В следующем примере мы рассмотрим с вами задачу, связанную с известной игрой сапер. А именно мы будем рисовать поле для этой игры. На вход нашей программы будут поступать размеры поля и координаты расположения мин. На выход наша программа будет выдавать само поле, где в каждой клетке будет указано, находится там мина, либо сколько мин находится в клетке соседней с данной, если мины там нет. Ну напомню, многие видели, наверняка обычно поле для игры выглядит таким образом. Мы немножко упрощенную будем схему рисовать этого поля. Например, если у нас вот такой вход задан, сначала указано число строк в поле, число столбцов в поле и число мин. Дальше указываются координаты мин в формате номер строки, номер столбца. Для такого примера мы будем рисовать такое поле. Значит, 5 строк, 4 столбца. Если у нас в координатах 1,1 стоит мина, то мы обозначаем мину символом звездочка. Соответственно, 4 мины у нас есть. Вот они, 4 мины мы отобразили на поле. Вторая строка, второй столбец. Третья строка, второй столбец. Четвертая строка, четвертый столбец. Четыре мины. Во всех остальных клетках считаем количество мин по соседству с данной. При этом клетка считается соседней, если имеется общая точка у клеток. То есть для одной конкретной клетки есть 8 соседей. Это вот все считаются соседней клетки. И если у нас получилось количество мин в соседних клетках больше нуля, то мы ставим число, которое у нас получилось. Если же получилось нулевое число мин в соседних клетках, то мы будем ставить точку. Как нам решать такую задачу? Ну давайте, как нам вообще построить, можно сформировать такое поле. Давайте построим в нашей программе двумерный список. Соответственно, размеры этого списка будут такими, как указано во входных данных. То есть мы заведем, внешний список будет содержать столько элементов, сколько строк указано. Внутренний список будет содержать столько столбцов, сколько указано. То есть вот мы завели такую прямоугольную матрицу в нашей программе. Давайте изначально ее заполним нулями. И в дальнейшем будем в каждой ячейке матрицы накапливать значения, соответствующие числу мин в соседних клетках. Как мы это будем делать? Давайте первым делом мы прочитаем координаты мин. И в нашу же таблицу, в наш двумерный список, как-то назовем ему список А, занесем в соответствующие координаты значения, равные минус единице. Значение, равное минус единице, будет означать, что у нас в данной позиции находится мин. Таким образом мы будем обозначать мин. Соответственно, любые другие числа будут обозначать, что в данной позиции мин нет, и мы должны посчитать количество мин в соседних клетках. Хорошо, как у нас будет выглядеть для нашего примера таблица? В первой ячейке у нас будет минус единица, во второй строке во втором столбце будет минус единица, в третьей строке во втором столбце будет минус единица, и в четвертой строке во четвертом столбце будет минус единица. Все остальные клетки у нас заполнены нулями изначально. Дальше что мы делаем? Дальше мы явно пробежимся по каждой клетке таблицы, и если в клетке не стоит минус единица, то есть там нет мины, мы явным образом посчитаем число мин в соседних клетках. То есть у нас есть какая-нибудь клетка, и мы посмотрим, правда ли, что слева сверху находится мина. Правда ли, что в нашем списке в соответствующей позиции записано число минус 1. Если да, то мы увеличим значение в этой ячейке на единицу, так как мы нашли одну мину. Проверим следующую клетку, которая стоит на один выше. Еще одну. Итак, для каждой клетки проверим все 8 соседей. Для некоторых соседей будет меньше, если у нас, например, клетка находится в углу, то некоторые соседи будут выходить за границы массива. Тогда, например, для угловой клетки у нас будет всего 3 соседа, которые мы проверим. Хорошо. Как нам вообще, в общем случае, проверять все соседние клетки? То есть можно явным образом, если у нас есть сфиксированные координаты EG нашей клетки, какой-то, вот этой вот, можно явно проверить, выписать координаты клетки, которая стоит слева сверху от нее. Это будут координаты E-1, G-1. Координаты клетки, которые стоят на одну выше, это будет E-1, G. Здесь я полагаю, что E это номер строки, а G это номер столбца. Ну, тогда клетка, которая стоит на одну позицию выше и одну позицию правее, имеет координаты E-1, G-1. Соответственно, клетка, которая стоит на одну позицию слева, имеет координаты E, G-1. И номер строчки тот же самый, что и у нашей клетки, а номер столбца на один меньше. Ну и так далее. То есть мы можем написать таких явно 8 условных конструкций, правда ли, что в нашем двумерном списке в позициях таких-то записано число минус 1. Если это так, то увеличим значение в ячейке EG. Но это достаточно много. Как бы нам упростить наши условные конструкции, чтобы их было поменьше. Давайте сделаем вот что. На самом деле мы для нашей клетки одной у нас есть какая-то одна клетка, мы для нее хотим перебрать все клетки, которые находятся от нее на расстоянии меньше либо равным 1. Ну, то есть на самом деле мы находим клетки, которые, если наша позиция это EG, то мы рассматриваем все позиции вида E плюс DI, G плюс DG, где DI и DG пробегают все возможные значения от минус 1 до 1. то есть E минус 1 это вот это соответствует предыдущей строке и просто E плюс 0 соответствует нашей строке и плюс 1 соответствует следующей. Аналогично со столбцами. G минус 1 G G плюс 1 ну и плюс при таком при всех возможных таких парах координат мы рассматриваем еще и саму нашу саму нашу центральную клетку, которую мы выбрали, но мы знаем, что там мина нет, поэтому мы можем ее тоже проверить, ничего страшного от этого не будет. Таким образом, наш алгоритм будет выглядеть следующим образом. Для каждой клетки мы будем перебирать все возможные смещения на 1 влево и вправо, вверх и вниз, то есть перебирать все возможные D и DG от минус 1 до 1 и проверять, если в соответствующей позиции с учетом смещения есть мина, то мы увеличим счетчик в нашей клетке на 1. Если нет, то переходим дальше. Такой будет наш алгоритм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!